друзья приветствую сергей из москвы прислал посылку в посылке образцы масла toyota engine oil 540 это полнозольное масло cncf значит а3 b4 вот описание автомобиля условия эксплуатации это mitsubishi outlander 3 достаточно свежий с небольшим пробегом 48 тысяч километров двадцатого года двухлитровым бензиновым мотором так и высокой средней скоростью 42 километра в час так вот очередной обзор баночек для мочи так эти баночки кстати похуже крышка тоньше так ну и можно приступать к созданию эталона данное масло я не проверял или проверял на прошлой прошивки так вот такая спектрограмма сейчас посмотрим если какие-то намеки тут на эстеры так в общем то их нет значит значения должны быть точные по кислотному щелочному сохраняю выбираю данное масло сейчас посмотрим что он намерил так намерил странно противоизносных присадок 70 процентов достаточно странный уровень с учетом того что эстеров нет и как-то для полнозольного мне кажется здесь их маловато подозрительно ну не знаю так возможно это масло произведено в россии может быть уже экономить начали так по кислотному 178 и щелочном 86 хотя везде заявлено 10 10 1 там 10 2 но с учетом разницы гостов в принципе то на то и выходит где-то 10 10 1 про разницу гостов можете в описании к видео посмотреть есть ссылка на статью да очень похоже что кладут здесь строго по рецептуре вообще без какого-то превышения так и отработка вот информация по автомобилю значит противоизносных присадок 71 процент гликоля нет нитрова не окисления на нормальном уровне сажи кстати тоже немного одна сотая процента но я заметил что на на трассе на высоких оборотах сажи меньше видимо сильнее прогревается мотор и более эффективно происходит процесс сгорания окисления так смотрите что вызывает вопросы значит кислотная 311 щелочное 33 воды меньше чем свежим то есть видно что эта трасса что масло хорошо прогревалась выпаривалась вот но вот вопрос к двум показателям кислотному щелочному для этого пробега 148 мод часов я бы сказал что кислотное очень сильно наросло 133 плюс хотя обычно обычные такие условия плюс-минус к 200 мод часам нарастает единица на каких-нибудь пау маслах и даже побывать поменьше там 07 вот здесь видно что масло сильно досталось поэтому и провалилась щелочное сейчас покажу вам смотрите что произошло с вязкостью несмотря на такую высокую среднюю скорость в масле на мой взгляд полно топлива где-то что-то пролилось я не знаю почему так произошло вот но топлива в масле много хотя должно вот на такой высокой скорости выпариваться она да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео ну и давайте посмотрим прогноз ресурса были прогноз меня конечно очень сильно задача 6200 значит на данном образце данном автомобиле 150 моточасов всего я стал ломать голову полез смотреть конструкцию мотора до выяснил что этот мотор относится к серии убийца масел озадачился в чем проблема значит на фар на на моторе есть масляные форсунки я считаю что масло получила какую-то сильную термическую нагрузку из-за этого уз ускорился процессы окисления и соответственно подтащил за собой срабатывание щелочного числа для нейтрализации образовывающихся кислот значит какая вот на мой взгляд теория ну прокомментируйте согласно вы не согласны может быть какие-то свои идеи значит не только этот мотор но его грубо говоря там будущие потомки в виде значит корейских гамма-серии тоже убийцы масел я считаю что на высокой скорости когда обороты стабильные повышенные за единицу времени там грубо говоря там ну за минуту больше происходит вспышек из-за того что обороты повышены вспышек в камере сгорания соответственно сильнее разогревается камера сгорания а при наличии форсунок возможно здесь какой-то нюанс когда форсунка бьет в определенную часть поршня значит масло подается на поршень на разогретой сильнее чем в городе низ поршня напоминаю по данным немецким rain metal автоматив низ поршня значит имеет температуру 350 градусов и постоянно и регулярно подавая туда масло мы разогреваем локально масло тем самым ускоряем процесс деградации вот ну мое вот такое мнение потому что должно быть какое-то объяснение почему масло является мотор и является убийцами масел чудес не бывает надо искать объяснение на мой взгляд самое разумное объяснение это масло форсунка подающие масло конкретно в какую-то термонагруженную точку она естественно масло забирает на себя часть температуры и это ускоряет процессы деградации ну просто ни с того ни с сего я считаю так вот вряд ли провалится здесь мотор наверно в городе мог бы проехать свои там я не знаю 250 моточасов но учитывая высокую скорость значит он прибил масло намного быстрее и плюс момент который мне показался все таки если это масло произведено в россии той судя по показателям я бы сказал что сейчас накладывают тютелька в тютельку сейчас чаще всего значит образцы чуть-чуть имеют превышение заводские но так по опыту здесь же все просто по верхней планочки а может быть даже и и не по верхней вот противоизнос ко мне показалось что достаточно низковато вот такой получился тест благодарю сергей за предоставленные образцы за поддержку канала пишите что думаете по этому поводу желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока